Студии Медиакнига представляет Наталья Мамлеева «Превращение гадкого утенка» Читает актриса Дина Бабулева Глава первая «Мой новый милый босс» «Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь» Фаина Раневская Истет Кьена Из теплой неги Меня вывел звук будильника Он ворвался в мое сознание Сметая границы моего сна Отчего я подскочила, больно ударившись головой о ведро Содержимое которого моментально обволокло меня Вязкая субстанция растекалась по лицу Спускаясь все ниже Запачкав и пижамную рубашку И постельное белье «Твоюж!» Прорычала я, рассматривая на своих волосах и руках Ярко-оранжевую жидкость Даже знаю, чьих это мелких ручек дело И словно в подтверждении моих подозрений Со стороны двери раздался детский веселый смех И показалась шкодливая мордашка Мой младший брат Колин Отодвинул свое нижнее веко и показал язык А потом быстро смылся по коридору «Убью, малец!» Крикнула я вдогонку, практически уверенная, что мои слова не произведут на него должного эффекта Как всегда Из коридора послышался мелодичный голос младшей сестры И вскоре его обладательница встала в дверном проеме Красивый женский стан предстал во всей красе, когда девушка прислонилась к косяку Она смотрела на меня снисходительно, хотя на губах играла добрая ироничная улыбка «Истед, ты в порядке?» — спросила сестра, не решаясь войти в комнату «Мало ли, в какой степени бешенства я сейчас нахожусь» «Ты действительно считаешь, что человек, у которого все в порядке, выглядит именно так?» Я уставилась на сестру недовольным взглядом И чтобы показать всю степень своего недовольства, встала с кровати, отчего капли жидкости достигли моих коротких шорт Оглянувшись на свою кровать, я возвела очи горе, после чего принялась скидывать подушки, простыню и одеяло, которые были полностью пропитаны краской И где только Колин идеи для своих шалостей берет Нужно срочно отключить ему голосеть «Ты же знаешь, он тебя любит» — попыталась смягчить обстановку сестра, и я прожгла ее грозным взглядом, на который только была способна Он любит день от дня надо мной измываться, Нани «Ты слишком строга к себе Просто ты единственная, кто так остро реагирует на его шалости Вот он и выводит именно тебя Может, ты и права», — нехотя призналась я, взяв в руки простыню и принявшись вытирать ею тело, волосы и лицо Убирая краску, чтобы она потом не стекала на пол по пути в ванную, я в который раз рассматривала свою чуть наивную и жизнерадостную сестру Нани была очень красива Истинный представитель нашей расы Белые прямые волосы спускались до поясницы, сейчас ничем не заколотые, они все равно лежали волосок к волоску Как ей удавалось держать их в таком шикарном состоянии Мои волосы были не кудрявые, не прямые, а не пойми что, хотя отличались изрядной густотой Глаза Нани были чуть продолговатые, раскосые, ярко-голубого цвета, словно ледники в Северном океане Полные губки, словно бантики Высокие скулы, субтильное тело, высокий рост и при этом носила каблуки, которые ее только красили В общем, все качества, присущие нашей расе И, конечно, алебастровая кожа Как я о ней мечтала Все будет хорошо, уверяю тебя Мягко проговорила девушка, улыбнувшись Я ответила ей тем же, проследив, как сестра выходит из моей комнаты Я стану настолько же худой, если совершенно забуду о еде А я люблю вкусно покушать Вздохнув, я вышла в коридор и направилась в ванную, решив, что поднять настроение поможет только теплый душ С особым остервенением я начала смывать с себя краску Времени в запасе не было, поэтому уже спустя 20 минут, может даже больше, я вышла, осмотрев себя через зеркало Чертыхнулась, сморщив маленький носик Мало того, что я и так была непривлекательна для своей расы, и это мягко сказано Так теперь еще и моя кожа была неравномерного оранжевого цвета Впрочем, с моим природным загаром это было не так страшно Волосы были лишь с красным отливом Так как мой темно-каштановый цвет не так-то легко перекрасить обычной игрушечной краской Подобная выходка Колина была не первая, но сегодня был явный перебор Сегодня очень важный день в моей карьере На работе новый босс, которого мы еще не видели, и от первого впечатления будет зависеть многое Обмотавшись полотенцами, одно пошло на голову, второе на тело Я вышла из ванной, быстренько прошмыгнув свою комнатку Сегодня выбрала строгое платье-карандаш на два пальца ниже колена Взяла в руки туфли и надела кроссовки После чего вышла из дома, даже не позавтракав Вслед за мной вышла и сестра, которой я не приминула пожаловаться Нани, сегодня важный день на работе, а я выгляжу как попугай Истед, уже завтра краска полностью смоется, улыбнула сестра Есть и положительная сторона В таком виде ты точно привлечешь внимание и запомнишься Весьма сомнительный плюс Я неодобрительно покосилась на драконицу, вздохнув Вот всегда она такая Просто излучала позитив Не зря является всеобщей любимицей И это вдобавок с ног сшибательной внешности Распрощавшись, я села в автокар От нервов живот скрутило в узел Пришлось бороться с непонятной тошнотой Скинув сумочку и туфли на соседнее сиденье, я пристегнулась и приложила палец к панели управления Доброе утро, Пэтта Истед Поздоровался со мной компьютер, после чего над приборной панелью образовалась голограмма женской лысой головы Надеюсь, оно действительно доброе Хмуро ответила я, выезжая с парковки своего дома и поднимаясь выше, где были линии воздушных трасс Температура воздуха 26 градусов Солнечно Скорость ветра 1 метр в секунду Юго-восточный Вещал компьютер, пока мой автокар медленно пробирался в волне транспорта Я любила свою планету Здесь необычайно гармонично сочеталась сказка и технология Шестиуровневые коридоры для транспорта, на которые изредка ложилась огромная тень дракона Устремляющиеся вверх многоярусные конструкции, числу которых не было конца Яркие голографические вывески Все это был мой мир, мой город, в котором я чувствовала себя одинокой Мир драконов, который отвернулся от одного из своих детей Живот продолжало скручивать в волнении Моя нетипичная и непривлекательная внешность Отрицательно сказывалась на моей уверенности в себе Отчего я не любила новые знакомства Я всегда жутко переживала по поводу того, какое впечатление произвожу на незнакомых мне людей С родными было проще Ведь они знали мой характер И любили меня такой, какая я есть Перед ними не стоило стесняться своей внешности Новости за последний час В столице полным ходом идут выборы мэра И один из кандидатов улечен в переправке наркотиков на спутник Сету Продолжил информировать меня компьютер Новости культуры Ученым удалось расшифровать письмена книги древности Где говорится о городе предков Была жуткая пробка, особенно на верхних полосах Я нетерпеливо тарабанила на маникюренными ногтями по рулю А потом, закусив губу, решила ускорить свое пребывание на работу И спикировала вниз Только стоило мне выехать на среднюю полосу Как мне в лобовое стекло врезалась птица И я от испуга резко дала по тормозам Инстинктивно и по-женски После чего сзади послышался глухой удар И меня тряхнуло Утро явно не задалось Хоть бы это была девушка С ней я хоть смогу найти общий язык Заболтаю в конце концов Сглотнув, я оглянулась назад Где в кабриолете Такие были все автокары на нашей теплой планете Сидел мужчина, явно шокированный и недовольный Судя по напряженной позе и сжимающим руль рукам На одном из запястьев был браслет с подвеской в виде головы огнеупорного шаркса Красивая вещь Как вариант, есть тема об украшениях, чтобы заболтать мужика Развернувшись в исходное положение, я посмотрела на приборную панель Где высвечивалось время, которого у меня практически не было Сглотнула Я рискую не только опоздать на работу Продолжение следует...